всем привет вы на канале крипто комманс мы находимся на улице лапампа что означает переводить с испанского не памп как вы подумали а равнина наоборот степь или равнина то есть грубо говоря мы с вами подразумеваем под пампом неровность пампы дампом да а испанцы и аргентинцы призывают равнину ну да и хрен бы с ним давайте перейдем графиком что у нас тут а у нас тут именно как раз ля пампа в нашем с вами понимание традиционном конкретное происходит на некоторых активов например на монетки ом вот хочу вам сказать что мы набирали эту монету еще два года назад еще примерно вот здесь вот и вот здесь вот и вот здесь вот и вот здесь вот потом засовывали в стейкинг но я лично засунул стейкинг на стейкал ее где-то x полтора наверное или x если x 2 и 5 короче чуть больше штаб процентов за два года и вот она улетела улетела чтобы вы понимали уже на 50 иксов если чем на вот пять тысяч процентов и фишка то в чем что это возможно еще не предел смотрите мантра да ом это всего лишь один из миллионов щиткоинов которые могут так сделать и делает уже это показывает то есть мантра да он показывает нам дорогу крипто рынку всему да посмотрите и это неважно это может любой другой проект напишите в комментарии потом любой другой проект которым вы заинтересованы но я вас чему учу я в последнем видео это говорил что вот здесь вот ваша задача не продавать ваша задача накапливать и удерживать позицию до тех пор пока ваш щиткой не сделал вот так вот и это самое важное вот так вот когда он сделает вот где вы начинаете продавать и уже в принципе неважно станции что за монета что за проект чем он там занимается какой white paper какой парачейн вообще насрать мантра да ом что ли хороший проект смотрите или я не знаю что буков меме хороший проект или пепе ну хорош чуваки это все спекуляции надо это понимать вот поэтому да и по мантре вот еще чё ребята не надо сейчас продавать все тоже если вы в мантре и если вы разгрузили большую часть что было не что было правильно здесь сделать и неплохо то все равно оставьте хотя бы 10 процентов или 20 сделки вдруг она улетит вот туда она же уже переписывает хай понимаете поэтому чем черт не шутит тут только позеленел сайфер зеленая точка и как бы ну как бы сейчас в лонг залетать точно не надо но и шортить тоже аккуратней вот тем не менее мы видим кучу проектов которые все еще валяются на дне зиг кэш посмотрите вон тот же самый понимаете вот он где сейчас где мантра дао валялась два месяца назад когда про нее никто не говорил и никому она была не нужна поэтому важно понимать что с вашими щиткойнами вот эта стадия она самая сложная когда вы в ней сидите вам все говорят чувак это скам вот как в касте вы сейчас сидите вот здесь понимаете вам говорят чувак это скам а на самом деле посмотрите на манифлоу посмотрите на то что с ней происходит то есть каста на мой взгляд я сейчас только покупать надо вообще ни в коем случае не продавать и так можно сказать практически плюс-минус про любой проект вон стеллар очень дешевый все еще чья очень дешевый манера вон как упал понимаете вот так вот и делаем смотрим просто по графику что внизу а что наверху а вот трон допустим уже скажем так не внизу точно посмотрите да он выглядит побычи да он рисует как бы поджимающийся какой-то треугольник но все равно это вот в моменте мы видим по нему коррекцию потому что я это говорил тоже я вам говорил что мне нравится как выглядит трон он побычи выглядит но в моменте вот он набрал 222 процента и сейчас корректируется до сетки мэрибан кстати говоря возможно что патрону вот сейчас как раз и рисуется заходной импульс коррекционным на мой взгляд потому что откуда если вот отсюда посмотреть вот у нас то мы дошли как раз до 0 5 фиба а если снизу но 38 короче говоря этот уровень может сейчас отыграть хорошо во отскок но самое важное что надо понимать что происходит с биткоином да поэтому давайте взглянем на биткоин вот он неплохо отскочил за два дня и сейчас вроде как консолидируется но я не знаю мне кажется у меня здесь зависла страница немного давайте обновим и давайте перейдем на график биткоина на трейдинг ю да и кстати по дэшу то же самое для всех кто спрашивает чё с дэшем чё с дэшем то же самое абсолютно посмотрите на график и сами ответьте мне чё с дэшем сами ответьте себе и мне чё с дэшем дэш валяется под дном все еще вот у него дно было он все еще вот он только-только вернулся на ретест своего дна только уже снизу постучался и потенциально сейчас пойдет карабкаться дальше очень на это надеемся бензином запахнуть вот поэтому чё тут скажешь давайте взглянем на биточек прикинем как говорится одно место к носу вот биточек то в отличие уже от этого всего переписывать свой all-time high понимаете что примечательно биток в отличие даже от эфира переписывать свой all-time high что обычно бывает когда мы переписываем свой all-time high мы улетаем на новый all-time high поэтому с этой точки зрения как бы шестизначный bitcoin точно не за горами вот что я думаю все выглядит побычи зеленый money flow все прекрасно вообще единственное что если мы приблизимся на дневку тут уже конечно да вот есть какие-то знаки коррекции но опять же посмотрите мы упали на 20 процентов с вами недавно даже 17 и пошли дальше отбились так что до тех пор пока мы сохраняем траекторию повышающихся play of повышающихся минимумов и и повышающихся максимумов как вы можете видеть сами до этих пор у нас тренд бычий соответственно и с этим глупо спорить как только мы не перепишем этот максимум пойдем ниже перепишем этот минимум у нас локально тренд начнется медвежий жду ли я такого конечно же жду коррекции происходит очень часто на бычьем рынке и более существенные не только двадцатипроцентные но то что она прямо вот отсюда мы пойдем еще вниз гарантии нет потому что в принципе рынок сильный и т.ф. институционалы скупают в 10 раз больше биткоинов чем их сейчас майнится в день поэтому могут легко могут еще дальше лететь наверх и вообще как говорится даже не париться особо по этому поводу вот тем более что взгляните вот на этот график да это total crypto market cap и trendline посмотрите мы в логарифмическом масштабе только-только вышли с вами из перепроданности то есть вот мы пробили красную линию перепроданных значений и тестируем я сейчас как поддержку в прошлые разы когда такое было посмотрите ну вот здесь мы ее пробили и потом ушли сильно вниз это был к вид но здесь когда мы ее пробили мы сразу поперли наверх и здесь тоже посмотрите но здесь не здесь тоже мы еще консолидировались корректировались еще дважды перед тем как пойти наверх сейчас мы просто очень долго корректировали посмотрите мы тут были такие рынки как вот здесь когда мы вообще ее не пробивали всю фазу накопления вот сейчас похоже на такую же ситуацию когда мы консолидируемся и и вот только-только ее пробили ребят поэтому не знаю тут как бы вопрос в том что можем ли мы увидеть bitcoin чуть-чуть дешевле или там даже может быть процентов на 30 дешевле конечно можем и на 40 но вопрос в том как бы точно это произойдет или нет вот мы не можем сказать что да точно это произойдет потому что есть такой вариант что bitcoin просто возьмет час и улетит на 100000 и уже только оттуда куда-нибудь скорректируется аля там 90 например и полетит дальше такой тоже вариант всегда есть поэтому не надо его исключать и ни в коем случае нельзя сидеть сейчас полностью в кэше даже несмотря на то что мы так круто выросли хотя бы маленькую часть держите в крипте им а вообще вот а так чё у меня все то же самое на биржах вот я отскок трейд сейчас торгую на бобить и light ок аудио dash эфир не эфир не торгуют шефир вывел эфир на мой взгляд уже дороговато стоит но тоже опять же эфир давайте глянем если он если он если он просто запаздывает за битком ребят то конечно же он пойдет наверх вот у него all time high это 4800 то есть он просто сейчас вот так вот может сделать и все но тем не менее локально мы видим что рынок перегретый по trdr у нас пока нету продавца здесь мы вышли выше этого нисходящего канала значит можно предположить что канал на самом деле примерно вот такой потому что я строю его по продавцам плюс-минус вот у нас тут был продавец это все вы сами понимаете что не очень точно но в итоге все равно неплохо отрабатывает вот примерно вот такой нисходящий канал у нас был и пока здесь не появился более крупный продавец ну-ка на младших а вот на младших таймфреймах здесь на 15 минутки был посмотрите был продавец и четко отсигналил уровень то есть еще раз говорю вот эти продавцы и покупатели это не сигнал на лонг и шорт это сигнал на уровень то есть скорее будет флэт сначала в этом месте который мы проторгуем или не сможем пробить или пробьем позже вот но если не сможем пробить соответственно ждем опять возврата к низу этого канала и если мы отвергнемся отсюда то я думаю что уже высоко вероятно что мы пробьем тогда и 60 тысяч и уйдем еще ниже куда-нибудь искать более долгосрочную поддержку я все еще думаю что вероятно flash crash коррекция я не знаю может быть даже перед халвингом который у нас кстати с вами через 30 дней ребята поэтому всем респект кто в ракете я думаю что мы увидим сильные покачивания еще да вот а так в принципе чего вот пепе можно пошортить спокойно посмотрите на это я не то что сейчас дисклеймер я не имею до прям сейчас влетать в шорт без стопов на алым я имею другое что когда вы видите такую палку даже мантра ом как бы тоже она все потом обязательно будет корректироваться ну вот посмотрите понимаете она она потом будет долго и медленно тошно еще с возвратами может она перепишет хай может не перепишет но это уже все зона набора шорта на мой взгляд хеджевый шорт пепе вообще прекрасно спасет ваши депозиты от остальных лонгов bitcoin кэш мне нравится как папер еще вот bitcoin кэш прям замечательно замечательно пошел и если мы смотрим даже его от предыдущего хая до лоу то вот он собственно уже устремляется к 0.38 фибе практически вот он сейчас на 0.23 фибе стоит 0.38 это уже 680 690 долларов я думаю что это следующая цель по bitcoin кэшу если он сейчас пойдет наверх несмотря на то что да к биткоину вот он еще вообще даже никак себя не показал из перекупленных перепампленных щиткойнов альткойнов или биржевых токенов даже вот еще apix dex обратите свое внимание на это этот токен децентрализованной биржи apix это биржа которую сделали by bit посмотрите она очень похожа на by bit она такая же удобная если вы не хотите торговать с кей вас и светить свой паспорт что еще делать мазок мазок из одного места предоставлять тогда apix dex это для вас вот нажимаете connect wallet подключаете свой metamask и погнали торговать на metamask в любой сети там по-моему бинат smart chain avax еще что-то кладете ее с детишечку и погнали в общем если вы еще не зарегано на apix dex и обязательно это сделайте ссылка в описании и конечно же посмотрите на его токен но я бы сейчас его не ланговал скажу вам так я его покупал на лаях вот и часть я бы сейчас даже продал только я потерял тот ledger тусит фразу от ledger а где он лежит поэтому надо ее найти сейчас постараться восстановить как-то возможно кстати шею навсегда потерял блин и есть такая тема это только добавляет ценность крипты ценность крипте что реально вы можете навсегда потерять свои монеты и никто вам уже не поможет установить тем не менее я думаю что apix de apix token тоже будет шорт хороший apix twin поэтому присматриваемся к шортам по вот таким монетам и лангуем те которые еще не улетели вот такой незамысловатый план а у меня на этом на сегодня все спасибо что смотрите и как всегда после того как я прощаюсь я еще одну монету хочу посмотреть это эфириум classic эфириум classic охуенная монета потому что это в принципе ну это вообще такая антиквариат это это вообще просто реликвия блокчейнов это эфир 1.0 вот это вот настоящий эфириум если вы не в курсе эфириум classic появился раньше он появился 2016 году и назывался он эфириум вот до этих вот самых пор а потом пришел виталик бутерин и откатил транзакции назад и называться он стал уже и тиси хотя по сути это все тот же эфир поэтому если вы дорожите оригинальной цепью если вы дорожите подлинником то купите немного эфира классика вот такой вам не финансовый совет тем более что он на прошлой бычки переписал хай сильно переписал у него хай был долларов 40 а здесь он сделал 180 и ну если он снова перепишет хай на этой бычки то я думаю долларов по 400 500 мы его можем увидеть все спасибо что смотрите дисклеймер не финансовый совет все ссылки в описании альт сезона еще не было и скоро увидимся пока а и лучший обменник web my кэш конечно же кэш курьеры приезжают прямо к вам домой и привозит пиццу за отдельную плату если договоритесь пиццу за биткойны все пока ну и все так и сделано фокк the economy фокк инфлейшин фоккер софт лендинг